Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Скоро День Благодарения. Для одних это повод собраться вместе и пообщаться с семьей за вкусным обедом. Для других это возможность вспомнить о бедных и голодных. Для нас это день, в котором мы еще раз считаем Божьей милостью и благодарим Его за благодать, явленную во Иисусе Христе, и верность таких людей, как вы, участвующих в распространении Благой Вести. Распространение Евангелия и созидание Церкви является самой важной задачей каждого христианина. Мы приглашаем вас присоединиться к марафону в поддержку медиаслужения Слова Благодати и вместе с нами стать участниками Божьего дела. Будем служить Богу вместе. Мир вам благословенный! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцов. Алексей Алексеевич, что значит, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуков? Что это такая за бесценная женщина? И вообще, что значит добродетельная? Что туда входит в это качество? Я думаю, здесь важно обратить внимание на слово «добродетельная». По-русски переведено как «добродетельная», а в большинстве английских переводов будет слово «excellent wife», то есть «отличная жена» или «прекрасная жена». Если просто сказать, дать простой перевод на наш современный русский язык, то можно это перевести как «кто найдет хорошую жену». Слово, которое переведено как «добродетельное», оригинальное слово в еврейском, оно переводится как «сила», как «целостность», как «завершенность», как «прочность». То есть речь идет о какой-то полноте, речь идет о том, что жена содержит в себе или она должна олицетворять определенные качества, которые помогут ей выполнить ту задачу, которая на ней возложена, помогут ей быть хорошей женой. И вот подробно это описано в 31 главе книги «Пречи». И там несколько характеристик, несколько качеств этой женщины приведено. Наверное, ключевые качества, они связаны с ее рассудительностью, с тем, что она разумная, с тем, что она очень заботится о своем муже и о своих детях, с тем, что она уважает своего мужа, относится с уважением к своему мужу. Она не ленивая, она та, которая может создавать семейное гнездо, она заботится о том, что в доме было все, то есть она выполняет вот эти все функции так, как это нужно выполнять. Кроме того, в Новом Завете есть несколько очень важных мест, которые дополняют эту картину. В первом послании Петра в третьей главе сказано о женщине и подчеркивается конкретно о влиянии жены на мужа, которая достигается посредством ее внутренней красоты. И там сказано о кротком и молчаливом духе. Это можно перевести кротость, это нежность ее. И второе, молчаливый, это спокойствие, это внутренняя тишина, это тишина сердца. То есть у нее нет паники, у нее нет давления. Она подходит к жизни с доверием Богу. Кстати, немножечко выше, там же сказано, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. То есть, когда женщина, она чтит Бога, и она тогда с почтением относится к своему мужу, тогда у нее будет сила оказывать влияние на своего мужа, на своих детей, влияние, которое исходит из мирного сердца, из сердца, в котором есть спокойствие, есть вот эта внутренняя красота, есть нежность, есть обаятельность. И дальше, ниже, там же сказано в шестом стихе, это опять-таки первая Петра, третья глава, там сказано о добродетели, то есть о доброте, когда она делает добро, то есть это доброе сердце. То есть это собирательный такой образ, который говорит о определенных качествах женщины, которые делают ее сильной. И среди этих качеств, как я уже сказал, это рассудительность, это богобоязненность, это доброе сердце, это нежность, это ее внутренняя красота, которая исходит из ее упования на Господа и ее спокойствия, ее сердце, которое спокойно в доверии Господу. Комбинация всех этих великолепных качеств, она же возможна только, когда муж нормальный. Вот многие женщины именно так и говорят, что вот с этим человеком просто невозможно быть такой. Это не совсем так. Муж, конечно же, влияет очень сильно. И, кстати, о мужьях сказано тоже, что в пятой главе послания к Ефесянам сказано о том, что мужья любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее. То есть задача мужа – помогать жене возрастать в этих качествах, причем помогать жертвенно, помогать без упреков, без укоров, без давления какого-то, помогать с нежностью, помогать с чуткостью к ее особенностям характера. Это, безусловно, в своем месте. Но посмотри, в первом Петра, в третьей главе там сказано конкретно о мужьях, которые не покоряются слову. То есть вот этой силы женщина, конечно же, прежде всего, черпает из своего личного контакта с Богом. Другое дело в том, что многие-многие женщины, к великому сожалению, имеют очень маленькую связь с Господом, очень мало веры, очень мало практики упования на Господа, что когда она попадает в ситуацию, когда от нее требуется внутренняя сила, для того, чтобы противостать этой ситуации, для того, чтобы правильно в ней себя повести, вот обнаруживается, что сил этой нету. И чтобы подчерпнуть вот эту уверенность, этот мир неоткуда. И поэтому очень многие женщины, к сожалению, реагируя на осложнившиеся обстоятельства, они могут быть со стороны мужа, со стороны детей, со стороны обстоятельств каких-то неподконтрольных им. Они теряют эту внутреннюю красоту, они перестают быть добродетельными. То есть, несмотря на то, какой муж, хороший, плохой, возможно быть такой женщиной? Возможно, и это является целью нашего христианского развития. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Спасибо, друзья. Присылайте ваши вопросы. На сегодня все. Храни вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слова.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.slова.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.